Текущая неделя в Сыргутском районе будет ознаменована вступлением в должность вновь избранных глав муниципалитетов. Сегодня церемония инаугурации состоится в Угуте, завтра в Солнечном. А в пятницу торжественно пообещает служить народу глава Русскинской, кстати, один из самых молодых руководителей поселений. Впрочем, в Русскинской это будет лишь один праздник из череды запланированных на ближайший месяц. В частности, здесь уже идет подготовка ко дню пожилого человека. В Русскинской списках подопечных Совета ветеранов значится порядка 130 человек. И среди них есть люди с очень активной жизненной позицией. Пожилые. Вот Раиса Ивановна, которая такая очень активная бабушка. Раиса Степановна, им под 70 лет. Они у нас активистки такие, на всех мероприятиях участвуют. Очень активные. Тем активным, которые ездят везде на фестивале, это в пределах 15 человек. За весь год, вот они прям, понимаете, у них уж как график работы. Они два раз в неделю приходят. У нас руководитель занимается ими. Своими ветеранами Русскинской гордятся. В частности, на 1 октября, в День пожилого человека, для местного пенсионерского актива, запланирован корпоратив на базе отдыха. Разработан план культурно-массовых мероприятий. Состоится ряд конкурсов, в которых смогут принять участие все жители Русскинской. Во второго уже проводим фестиваль, церемония награждения по конкурсу «Лучший двор сельского севера Русскинская-2013». Сейчас самое главное осталось только на смотре конкурса, номинации определиться. У всех фантазия работает. Фантазия у местных жителей действительно богатая. Например, предложена номинация «Лучший птичник». Для соседей, которые занимаются разведением кур, голубей, перепелок, есть еще один конкурс, в котором смогут принять участие все от мала до велика. «Рябиновая Русь, вот как она у нас была. Поделки из рябины, вкусные рябины, бижутерия, прикладное творчество, композиция к 90-летию Сургутского района участвуют все семейные, дети, молодежь, пенсионеры. Это в прошлом году было, и мы решили сделать его традиционным, ежегодным, потому что очень интересно прошло это». Ну а 27 сентября в школе в Русскинской состоится традиционная ярмарка урожая, но в новом формате. «В этот раз попросили, чтобы они сделали общепоселковое, то есть дали возможность нашему совету ветеранам выставить свои заготовки, свою продукцию. Так что она будет масштаб очень большой. Поэтому решили объединиться и сделать более массовое, красивое. «То, что готовят, они же потом выставляют то, что они сами делали. Плюс еще бабушки, плюс родители». Грядет и еще одно знаменательное событие для жителей Русскинской. Здесь на октябрь запланирована сдача в эксплуатацию здания нового дошкольного учреждения. Таким образом, очередь в детский сад в отдельно взятой деревне будет полностью ликвидирована.